здравствуйте уважаемые рукодельницы в данном видео уроке покажу и расскажу как связать вот такой вот милый мотив крючком используя просто остатки шнура смотрите вот такие вот у вас есть небольшие запасы остатки разного цвета и берем основной цвет у меня это шнур карамель baby 2 миллиметра кстати заказать такой шнур можно со скидкой 10 процентов все реквизиты оставлю в описании под данным роликом а в данном видео уроке я вам покажу как подробно расскажу как связать вот такой милый мотив и смотрите и чтобы края все четыре стороны этого мотива у вас были ровненькими то есть тоже вот такие маленькие лайфхаки буду показывать рассказывать нюансы поэтому поэтому если вам интересно приступаем в работе опять же уже сказала использую шнур карамель baby и крючок номер три с половиной также можно использовать крючок номер три и так приступаем итак изначально берем цветной шнур потому что серединку мы будем делать цветную 4 лепестка так смотрите делаем волшебное колечко но мне небольшое я просто делаю через два пальчика вводим крючок захватываем ниточку и провязываем первую петельку далее у нас идет столбик без накида воздушная петля и формируем лепесток который состоит из полустолбик с одним накидом делаем накид и провязываем сразу три петельки вместе вот это у нас полустолбик с одним накидом далее один столбик с двумя накидами провязали посерединке у нас будет идти два столбика с тремя накидами провязываем сначала один потом 2 снова один столбик с двумя накидами полустолбик с одним накидом делаем накид провязали вот у нас можно сказать провязан один лепесток а между ними мы провязываем воздушная петля столбик без накида воздушная петля и делаем второй лепесточек то и снова провязываем полустолбик с одним накидом 1 столбик с двумя накидами посерединке у нас два столбика с тремя накидами 1 столбик с тремя накидами полустолбик с одним накидом и все и далее у нас идет воздушная петля столбик без накида воздушная петля и далее мы провязываем самостоятельно еще два лепестка то есть далее у нас будет идти полустолбик с одним накидом 1 столбик с двумя накидами 2 столбика с тремя накидами 1 столбик с двумя накидами полустолбик с накидом и между вот этими лепестками 1 воздушная петля столбик без накида 1 воздушная петля провязываем до конца этот цветочек самостоятельно я покажу как закрыть ряд и перейти на новый цвет так смотрите когда вы провязали все четыре лепестка вот я закончила 4 лепесток провязала полустолбик с одним накидом далее я провязываю воздушную петельку и вот сюда мы закрываем наш ряд первый ряд провязали соединительной петелькой закрыли далее делаем воздушную петельку и обрезаем нашу нить обрезаем нашу нить вот так вот ее затянули теперь у нас остался хвостик от нашего колечка мы его тоже затягиваем просто вот так вот сильно затянули смотрите как должно получиться вот так вот сильно затягиваем чтоб у нас совсем маленькая серединка было и далее я просто вот так вот связываю с изнаночной стороны до вяжу на узелок обрезаю хвостики и зажигалкой все это дело смотрите просто так все далее нам необходимо будет ниточка светлого цвета далее мы берем нашу на шнур светлого цвета делаем первую петельку и на нашем цветочки мы находим серединку наши смотреть серединка у нас будет между двумя столбиками с тремя накидами да вот нашли серединку и провязываем первую петельку провязали первый столбик потом раз два три воздушные петли и вот это серединка между нами вот и между нашими лепестками они мы делаем накид и провязываем столбик с одним накидом две воздушные петли и еще сюда же столбик с одним накидом 2 вот таким вот образом далее снова у нас идет раз два три воздушные петли и ищем серединку на лепестке между двумя столбиками с тремя накидами снова три воздушные петли между лепестками мы провязываем столбик с одним накидом столбик с одним накидом 2 воздушные петли и столбик с одним накидом снова 3 воздушные петли ищем серединку закрепили все далее до вяжите сами а я вам покажу как будем вязать еще один ряд светлым цветом так смотрите заканчиваем и вязать второй ряд или первый ряд светлого цвета 3 воздушные петли у нас делаем соединительную петельку вот таким вот образом соединительную петельку сделали и сразу переходим к вязанию следующего ряда то есть провязываем 1 столбик без накида и второй столбик без накида в эту арочку которая состоит из трех воздушных петель далее вот в эту арочку между которая состоит из двух воздушных петель мы провязываем 4 столбика с одни с одним накидом 1 2 3 4 1 2 3 воздушные петли и снова 4 столбика с одним накидом 2 3 4 в эту арочку из 3 воздушных петель сразу переходим вяжем 2 столбика без накида сразу переходим в следующую арочку снова 2 столбика без накида и далее снова повторяем 4 столбика с одним накидом 3 воздушные петли 4 столбика с одним накидом 3 4 провязали 3 воздушные петли и снова 4 столбика с одним накидом 4 парочку из 3 воздушных петель о 2 столбика без накида и таким образом мы вяжем до конца ряда а я вам покажу как красиво закрыть ряд чтобы потом без проблем соединять эти мотивы между собой чтобы они были одинаковыми со всех сторон так когда вы полностью провязали третий ряд смотрите какой у нас получается красивый мотив смотреть как я закрываю ряд обычно как мы закрываем ряд да ну многие из вас не знаю также я иногда так закрываю вот мы его провязали и просто в последнюю петельку мы берем вот так вот соединительной петлей делаем еще одну петельку все и ниточку обрываем да но тогда смотрите у нас стороны получаются но все равно вот эта сторона она у нас выделяется а для дальнейшего красивого соединения мотива то есть если мы их будем соединять между собой тамбурным швом то есть когда у нас все вот эти петельки будут видны да ну такой способ не очень подходит поэтому смотрите как просто мы соединим чтобы у нас все стороны были одинаковые и с одинаковым количеством петелек то есть мы провязали вот с этой стороны 2 столбика без накида и все у нас хвостик мы обрезали вот эту ниточку мы вытягиваем вытянули и мы просто сейчас с вами сделаем искусственную петельку я сосчитала что с каждой стороны если не учитывать вот эти арочки у нас получается по 12 вот таких вот косичек открытых петелек да то есть чтобы с этой стороны получилось столько же вот так вот вытянули петельку и идем ныряем вот эту петлю следующем и как бы пропускаем мы над ней сделаем тоже искусственную петельку ныряем в следующую с изнаночной стороны протягиваем нашу петельку заводим с изнанки заходим под косичку и перемычку и вот эту вот этот наш хвостик выводим обратно на изнанку то есть все петельки подтянули чтобы они были одинаковыми и можно сосчитать и должно быть 12 я говорю что не учитывая вот эти которые на углу раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 то есть теперь мы с уверенностью можем сказать что у нас все четыре стороны нашего мотива они равны и с равным количеством петелек что очень хорошо для дальнейшего соединения когда мы эти мотивы будем превращать либо в плед либо в сумочку во что угодно поэтому вот такой небольшой лайфхак не знаю может вы так и делаете все потом вот эти хвостики можно здесь тоже связать узелок как я это делала когда делала этот цветочек можно просто их обрезать и спрятать в итоге хвостики так как это шнур потом опять же зажигалочка немножко припаять в итоге у меня получаются вот такие вот замечательные мотивы они небольшие которые связаны просто из остатков шнура вот именно особенно серединка да мы берем просто используем небольшие клубочки из этого можно потом связать ну как я уже говорила либо плед либо наволочку на подушку либо сумку что угодно поэтому если вам был полезен мой видео урок ставьте пожалуйста ваши лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока пока